Субсидию нет, не оформляю. Я 82. Стаж работы 52 года. Это еще ветеран труда. Медаль у меня есть. И кроме всего, то что я же работала на работах, дети войны я. Работала на... И что я имею? Теперь меня опустили до нищеты. И вы сказали, что какой-то субсидии, там быстрее инфаркт получит. И люди получают, когда идут, остаются и права, и просьбы, и все. Ну что больше? Больше я бы не ищу. У нас должна быть пенсия и доход 15 тысяч. 15 тысяч. А при том положение, которое мне не дадут. Допустим, у меня будет 8 тысяч. Мне не дадут. Все равно не хватит даже этих денег. Даже при том, если бы было 8 тысяч. А я вам скажу, у нас бандитская страна. Между прочим, вот когда весной был коронавирус, вот, и люди не работали. Везде сказали по телевизору, что люди получат помощь. Тот, кто не работает, тысячу гривен. Моя дочка пошла получать, потому что организация не работала. Это частая лавочка. И даже таких лавочек, не один, не два, не три, больше половины. Если не все, это частые лавочки. Вы сказали, давайте справку с работы. Давайте я вам помогу. Давайте справку с работы. А с работы, с работы, частая лавочка не дает. Вот моя дочь просидела полгода, не получая ничего, не могла устроиться. И вот вам ответ на вопрос. Как нам относятся, когда ты начинаешь. Я когда эту помощь хотела получить, вот перед выборами, это тысячу гривен, да, они давали, дали или не дали. Собрала все документы. А так, исполк он такой устроил ерунду или херню. Слово, это Пушкин сказал, что нет плохих рук, а есть слова, которые не к месту. Так, вот это слово, не хорошее, конечно. А потом, когда принимают документы, все документы, я должна была паспорт принести, расписаться, все-все. Вот пойдите, вот туда в том бочку положите, которая никем не окраняется, ни на замке или ящике, которые могут нам показать. Я поняла, что правильное дело, чтобы подойти и выбросить дюйма. Это же документы, когда они считываются, попадут мои данные, так я и не получила, потому что перед нами были закрыты двери. Еще одна деталь, и стоит была вот эта паспорт. По телевизору всем, всем доказали, что получают паспорт пенсионеры, там, 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 там. А я думаю, интересно, будет все два года, я же должны оказывать какую-то особую, ну, такое внимание и, как говорится, не то, что почет, вот, а помощь. Должны? Должны, вот. А оказывается, нет, это давали только своим людям, исполкомовским. И когда начали все звонить, так, как это, что, этот банк получает эти паспорт, а мы не получаем. Почему? А я, между прочим, я 82, стаж работы 52 года. Это что, ветеран труда, медаль у меня есть. И кроме всего, то, что я же работала на работах, дети войны я, работала на... И что я имею? Я, теперь меня опустили до нищеты. И вы, как сказали, какой-то субсидии, там быстрее инфаркт получи. И люди получают, когда идут, оставят свои права, просьбы и все. Ну, что больше? Больше я у меня еще не помню. Сейчас у меня нет здоровья, и поэтому ходить не должны. На тарелочке, с голубой кодомочкой, преподнести это. Или, грубо говоря, а это, я думаю, я отходила, такой, этот исполкнул. Я, говорю, целое лето, и перед этим тоже ходила за помощью. И мне вот что, фигуру с трех пальцев показали, не дали помощи. Это ваш вопрос. Подаю на субсидии? И почему я не подаю? Вы знаете, у меня нет здоровья. И бегать теперь по этим инстанциям, выпрашивать, вымаливать. В итоге, я ничего не имею. А у меня здоровье идет.